Северный стаж для пенсии для женщин. Россия обширная страна и большое количество городов находятся в непростых климатических условиях. На крайнем севере находится порядка 27 субъектов, и на всех них работают люди. Не стоит говорить, насколько сильно это сказывается на здоровье. Приведенная статистика показывает, что проживающие в районе КС люди живут в среднем на 5 лет меньше, чем на территории Центральной России. Негативные условия климата оказывают негативное воздействие на весь человеческий организм. Именно поэтому государство оказывает посильную помощь, тем, кто там трудится. Помимо того, что на севере можно хорошо заработать, по выслуге лет, человека ждут и все возможные пособия. Северный стаж для пенсии для женщин, значительно меньше, чем для других регионах. А вот сами пенсионные выплаты значительно выше. Что такое стаж при работе на крайнем севере? Северный стаж, это общее количество лет, обработанных непосредственно не территории Крайнего Севера, а также на территории субъектов, которые приравниваются к КС. Весь спектр моментов по данному вопросу регулируется следующими нормативными актами. Федеральным законом номер 173, включающая в себя, порядок и условия начисления выплат по достижению возраста для граждан КС. Северный стаж. Приказом Министерства труда под номером 2, устанавливается расчет начислений пенсионных выплат. Постановление Совета министров говорит о расчете пенсионного обеспечения. Помимо указанных пенсионные вопросы КС и его регионов регулирует Конституция России. Список таких районов четко обозначен правительством РФ. Время, отработанное на самой территории КС исчисляется как один к одному. Если работа ведется на прилегающих территориях, то расчет идет по-другому. В стаж не входит период, когда человек не работал, а просто проживал на севере. Неполный рабочий день или неделя, считаются исключительно из фактически проведенного на работе времени. В расчет не входят периоды беременности и по уходу за ребенком. Время, потраченное на учебу, любые неоплачиваемые отпуска. Если идет совмещение нескольких работ, то в трудовой стаж входит такой род занятий, только если суммарно дает полный трудовой день. Льготы, полагающиеся женщинам при северном стаже. Российское законодательство устанавливает следующие северные льготы при выходе на пенсию женщинам. Досрочное назначение страховой, пенсии, повышенная пенсия при потере кормильца или инвалидности, льготная медицина, путевки и другое. На заметку, для ухода на заслуженный отдых, в данном случае женщина должна достигнуть 50 лет и работать на территории КС как минимум. 15 лет, или же 20 лет в регионах, приравненных к нему. Немного отличается северная пенсия для мужчин, стаж составляет 55 лет. При этом общая трудовая деятельность не должна быть меньше 20 лет. Для женщины, если ее стаж не дотягивает до 15 лет, отработанных в северном районе, но превышает 7,5 лет, возраст для выхода. На отдых уменьшается на 4 месяца за каждый отработанный год. Женщина может пойти на пенсию в 50 лет, если постоянно живет в данном регионе и работает свыше 20 лет. Помимо вышеперечисленного к начислению стажа относятся, служба проходящая на территории КС и приравненных районов. Учеба в регионах КС, важно, собираясь уходить на пенсию, очень важно учитывать как будет рассчитываться пенсия. Играет роль количество отработанных лет в целом, лет на севере, отчисления в пенсионный фонд работодателям, накопленные баллы. Если женщина проработала в рыболовецком, оленеводческом или охотничьем хозяйстве, то срок работы должен составлять 13 лет. И 4 месяца, после этого она имеет право на досрочный выход на пенсию. Гражданка которой уже назначена какая-либо социальная льгота или же имеет инвалидность и при этом проживает в КС, может оформить, прошение на индивидуальные выплаты с учетом районного коэффициента, значение которого варьируется и зависит от региона. Льготы, документы для подтверждения стажа. Северная пенсия для женщин, это залог безбедной старости, поэтому подход к сбору всех необходимых документов должен быть осуществлен со всей ответственностью. Разумеется, самым простым, но при этом главным подтверждением будет наличие записи в трудовой документации. Очень важно, чтобы помимо наименования организации работодателя был обозначен регион и населенный пункт, где проходила работа. Если подобные записи о месте будут отсутствовать, то чтобы отправиться на заслуженный отдых потребуется документально, через выписки. Исправки доказывают, что гражданка работала именно на севере или прилегающей территории. В выписке обязательно должно быть обозначено, даты и время документов регистрации, все данные о самом месте работы в юридический адрес, НКПП, ОГРН и прочее, полные данные самого человека, сумма, которую человек получал за все время работы, надбавки и их суммы. Разумеется, если таковые имелись, данные о лице, которая предоставляет выписку с указанием ФИО, должности, лист обязательно должен быть подписан, завизирован и поставлена печать. Важно, в документах указать, каким образом проходила работа, была ли это вахта или экспедиция или каким-то другим способом. Для оформления пенсионер должен написать прошение и подтверждающими справками. Место, где он проживает на этот момент, уже не имеет никакого значения. Помимо раннего выхода на отдых, государство предоставляет и материальные надбавки к самой пенсионной выплате. Размер надбавки напрямую зависит от того, где в каком регионе человек проживал или работал. С 2017 года введены следующие документы, которые могут подтвердить нахождение НКС, чековые и квитанционные выписки, выписки из трудовой, документация, выписки о составе семьи, справки, подтверждающие рождение ребенка, справка о вступлении в брак, при наличии лиц на иждивении, то сведения о них, в мужской стаж нужно еще добавлять военный билет. Надбавка к пенсионным выплатам возможна только после обращения с письменным прошением, обязательно предоставив все требуемые выписки. Проблема заключается в том, что подтверждать свое положение требуется каждый год. Если сведения не будут поданы в срок, то надбавка с человека может быть снята. Документы, что не войдет в расчет стажа. Этот немаловажный момент нужно знать, особенно женщинам, обращающимся за выплатой пенсии. В женский стаж не входит, отпуск по уходу за ребенком до полутора и трех лет. Исключение в данном пункте составляет отпуск за детьми, рожденными до 1992 года, больничные по беременности и родам. Отпуска без оплаты. Нетрудовая деятельность. Работа по неполной ставке. Наличие у женщины двух детей и северный стаж. Женщина, имеющая двух и более детей, и отработавшая на КС имеет право пойти на отдых. При следующих условиях, если она отработала 12 лет, а общий стаж превышает 15 лет. Когда отработанное время на КС превышает 15 лет, то в любое время можно отправиться на отдых. Если гражданка имеет два ребенка и проживает КС, и приравнивающихся к нему районах, она может пойти на отдых от работы в 17 лет вместо 20. Важно. В данное время включается только фактически отработанный период, декретные отпуска, нахождение в центре занятости считаться не будет. Как правильно рассчитать стаж? Как рассчитать, сколько человеку будет начисляться стаж? Посчитать довольно просто. Для этого существует стандартная формула. Сумма пенсии, СП, общее количество баллов, которые были накоплены за годы работы, ИПК, сколько стоит один балл на момент обращения. За пенсионные выплаты ИФСИПК, сумма финансовой выплаты ВВ. Расчет следующий ФВИПК звездочка ИПК равно СП. На 2018 год стоимость одного пенсионного балла составляет 81,49 рублей. А сумма фиксированной выплаты составляет 4,982,9 рублей. Районный коэффициент зависит от региона севера. Считать можно и через специальный калькулятор в интернете. Для женщины, которая проработала на КС достаточное количество лет, полагающиеся ей по возрасту, выплата будет состоять из двух частей, фиксированной части и страховой. При этом очень важно, где именно в каком районе она проживала, и находился ли кто-нибудь у нее на иждивении. Фиксированная часть для проживающих и работающих на КС, с лицами иждивенцами составляет 7820 рублей. Без иждивенцев 5865 рублей. При нахождении и ведении трудовой деятельности на территории регионов КС, с лицами находящимися на иждивении составляет 777 рублей. Без иждивенцев 83 рубля. Зафиксированная часть перемножается с районным коэффициентом. Самое минимальное при этом значение 1,5 в районах Республики Карелия и максимальное 2 в районах Якутии. При этом стоит знать, что при перемещении в другой регион, будет происходить уменьшение или увеличение коэффициента. Страховая часть пенсии на севере для женщин тоже подвержена изменениям. Обычно пенсионные выплаты не могут быть больше 20% от средней заработной платы по России. На заметку. Для тех, кто находился на КС и работал вахтовым методом, расчет делается не только по фактическому времени, но сюда включается и период, проведенный в дороге до работы и обратно. Но и это нужно будет обязательно подтвердить соответствующими выписками, справки о занятости, подтверждение проезда и другие необходимые документы. В ситуации с северной пенсией эта цифра может увеличиваться вплоть до 90%. При пересчете пенсионным фондам установлено, что северные выплаты по возрасту примерно на 50% выше, чем выплаты у прочего населения страны. Расчет. Процесс оформления. Сам процесс оформления закреплен в законодательстве и проходит по общепринятым правилам. Предоставление требуемых справок и выписок достаточно простое. Первое, что нужно, это собрать весь необходимый пакет документации. Далее следует выбрать государственное учреждение, куда будет направляться прошение. Это может быть пенсионный фонд или многофункциональный центр по защите интересов граждан. Документы подаются самостоятельно через представителя по нотариальной доверенности или при отправке прошения почтовой корреспонденцией. После следует принятие прошения и одобрения. Заявки. Конечным этапом становится получение решения и выбор удобного способа для дальнейшего получения выплаты. Это может быть перечисление на карту, банковский счет или книжку, выдачу на руки в отделе почты или в специально созданных для этого организациях. В среднем весь процесс занимает около 10 дней. Если человек переезжает, ему обязательно сообщить об этом в пенсионное отделение по новому месту пребывания. Согласно постановлению правительства Российской Федерации граждане пенсионного возраста обязаны сообщать о смене своего места проживания. Какой вывод можно сделать из вышесказанного, оформление выплаты по достижению возраста для жителей КС-процесс несложный, но подходить. К нему стоит со всей ответственностью. Обязательно необходимо собрать все требуемые справки и выписки, а также дополнительные, которые могут быть запрошены. Готовить их лучше заранее, чтобы не терять время. Ну а самое главное при работе в столь сложных и вредных участках России, это внимательно относиться к своему здоровью.